друзья всем привет из зимней калифорнии пришли мы в музей аэрокосмический и сейчас покажу что там находится я уже приобрел билетик ваше место назначения находится справа вот на входе в музей такой магазинчик есть товары связанные с музеем с авиацией различные товары как это называется брендовые товары как-то называется не помню модельки стоимость моделек 20 долларов любой из моделек можно их потрогать пощупать модельки книжки куртки пилотские детские такие модельки 30 долларов это форма пилотов сша старая форма летная за 30 долларов можно почувствовать себя пилотом сша ну что заходим поехали макет кабины самолета f111 такой самолет f111 модель кабины самолета f106 а это т-28 б это вот модель как работает органы управления поехали дальше по 7 сейбр сейбр это что у нас это композитный материал а это провода кабеля композитные материалы сейбр органы вооружения сейбра пушки а вот двигатель авиационный авиационный двигатель и это двигатели по моему самолета а нет я думал аэрокобра нет это не аэрокобра оказывается ну похож на аэрокобру это детская комната здесь дети приобщаются к основам авиации турбореактивный двигатель модель сегодня какой-то детский день похоже вот это двигатель r71 их два вот один из двигатель r71 первого разведчика самолета разведчика высотного вот такой стенд с различными шлемами с формой шлемофон кожаная куртка так а это что а это наверное какой-то детский симулятор на котором можно посимулировать или это тренировочный какой-то симулятор похоже ну а тут дети могут заняться творчеством сделав какие-то схемы тоже детская детская кабинка детского самолета кстати миниатюрном на этом миниатюрном самолете можно ребенка посадить и он может почувствовать себя пилотом правда ничего не действует так кабинка поехали дальше что у нас там ох а это что за чудо-юдо восьми моторная беспилотник какой-то авиационная пушка м-2 ну это времен Великой Отечественной войны наверное пушка девясотный костюм наверное или обычный костюм летчика да обычный костюм обычный костюм летчика наверно морского летчика да судя по всему видите авиационная бомба старая старая какого года непонятно мотоцикл стоит кстати самолет двухместный учебный наверно рт 19 вот смотрите как все интересно сделано плексиглаз и видно все как в этом самолете расположена компоновка самолета кстати музей не очень большой размерами вот я показываю в прошлом году в апреле месяце я был на авианосце американском в Сан-Диего и снимал там конечно авианосец гораздо больше вот кстати харьер наверное или что это харьер наверное скайхок скайхок это не харьер скайхок скайхок это уже отдел космический отдел тут история показана история освоения космоса компания NASA такой зальчик от NASA марсианская программа марсианская программа 34-го года это поворотная система двигателя Space Shuttle наверное я так понимаю космический костюм астронавтов это космический костюм наверное в котором экипажи выходили в открытый космос либо были на Луне высаживались на Луну и вот модель да это модель космического корабля Apollo Saturn 5 где находился модуль как раз на котором была совершена посадка на Луну искусственный спутник Земли спутник номер один вот смотрите первый искусственный спутник Земли двигатель вот он такой интересный банс сегодня какой-то детский день очень много детей ну как относительно много детей да много различных игрушек не игрушек я не знаю как это называется для того чтобы дети заинтересовались космосом авиацией вот ракета сейчас посмотрю что за ракета авиационные двигатели различные испано сьюзи 150 в 8 мощность 200 лошадиных сил это у нас комната двигателей Pratt & Whitney ох какой интересный какой движок интересный цилиндры по спирали расположены сколько интересно он выдает до 3500 лошадок вот такой движок выдает вот тоже по спирали это что за двигатель тут нету к сожалению нету тут нету таблички вот реактивный двигатель реактивный двигатель самолета американского какого-то а это двигатель для дирижабля интересно шестицилиндровый простой как 3 копейки посмотрите поехали дальше вот двигатель 600 лошадиных сил 23 29 год 12 цилиндровый тоже тоже такой интересненький звездообразный движочек 245 лошадок это турбина наверное турбина тридцать восьмой сорок пятый год тридцать восьмой год тридцать восьмой год трехцилиндровый трехцилиндровый движок 15 лошадиных сил двадцатые тридцатые годы ха ха а тоже малявка 12 тридцать второй год до двадцати восьми лошадиных сил такой вот выдавал движочек четырехцилиндровый но этот помощнее пожалуй будет так скольки тридцать восьмой шестьдесятый год 18 цилиндров еще одна звездообразная штучка до сорок шестого года такой выпускался движок вот тоже движочек интересный восемнадцатый год шестнадцать восемнадцатый год двадцать восемь лошадиных сил она выдавала вот на таких движках летали когда-то самолётики но это уже сто лошадок это уже серьезный аппарат девятнадцатый год табуретки тогда летали это еще серьезный восемнадцатый год восемьдесят лошадок так а выхлоп где у них был девяносто лошадок уже но это опять же можно себя почувствовать пилотом сорок восьмой год полторы тысячи почти лошадок рядный скольки он раз два три четыре шесть двенадцатицилиндровый рядный звезда снова двести лошадок турбореактивный движочек уже вот такая вот селедочка нержавейка нержавейки сделан и вот движок в разрезе вот такие вот у него тут цилиндры шатун стоит диаметр сантиметров наверное 15 две тысячи девятьсот тридцать пять лошадиных сил вот такого аппаратика ладно пошли дальше я думаю на улице выйдите посмотреть там нельзя ну выйдем значит выйдем вот еще движки разные вот вот это уже более серьезный движок кстати наверное он а нет это покрашено это не знаю насколько он рабочий когда-то был скорее всего эта модель покрашенная просто воздух оттуда заходит на компрессоре сжимается попадает в камеру сгорания и раскручивает турбину это уже реактивные движки чьи это ракета титана вот такие движки стояли на ракете титан это тоже какое-то чудо автомобиль это не пропаганда фашизма это наклейка такая на этом аппарате сейчас мы пойдем на улицу еще раз покажу общий обзор Алексей второй этаж еще есть ага Алексей предлагает сперва выйти на улицу я о вот это сейчас еще покажу вертолетный вертолет вертолетный движок или что это это не вертолетный движок это такой вертолет с двумя торпедами вот сейчас издалека покажу что он из себя представляет и на улице я покажу в следующем ролике все что будет на улице смотрите следующий ролик